Еще пару дней назад на этом месте жители и гости Белгороднестровского могли купить венки, открытки, рассаду, различные сувениры и другие предметы быта. 3 января демонтировали навес, а более чем 30 предпринимателям предложили занять другие торговые места. Причиной этих перемещений стал запланированный ремонт молочного корпуса. КПСРТ разработала проект реконструкции нашего молочного корпуса. Мы хотим создать привлекательную картинку для жителей города, чтобы молочный корпус был просматриваемый со всех сторон, чтобы людям было удобно передвигаться по пешеходным тротуарам и заходить, совершать покупки в молочном корпусе. Как рассказал Андрей Бандуров, предпринимателям, которые ранее здесь находились, предложили перейти в другие места и с некоторыми уже заключили новые договора. По словам первого заместителя КПСРТ на сумму арендной платы, это никак не повлияет. На сегодняшний день им предложено несколько вариантов, где они могут осуществлять свой бизнес. Это на территории КПСРТ предоставлены им места, также на выбор предоставлены места на рынке Виктория или на оптовом рынке на улице Советской Большой. Как рассказал Андрей Бандуров, на данный момент в планах руководства центрального рынка полностью преобразить здание молочного корпуса. В прошлом году здесь уже проводились некоторые работы. Старые окна и двери заменили на металлопластиковые. Открыли еще один вход, обустроили и капитально отремонтировали моечную. Но вот общие условия корпуса далеко не идеальные. В молочный корпус мы по проекту реконструкции планируем два этажа. То есть на втором этаже планируется перевести администрацию с того здания, в котором оно сейчас находится, потому что здание уже в аварийном, ну, находится в положении. Это корпус, хотим сделать полностью внутри, ну, чтобы не то что даже расширить, он может останется торговые места в том же, но только более создать благоприятные условия для предпринимателей, чтобы им было в более комфортных условиях проведение своего бизнеса. Во время внутреннего ремонта продавцы молочной продукции смогут осуществлять торговую деятельность в мясном корпусе. Конечно, с точки зрения продуктового соседства это не совсем правильно, но, как рассказал Андрей Бандуров, другого выхода пока нет. Помещение на некоторое время разделят на секции и постараются учесть все нюансы. Зато в итоге преобразится молочный корпус и снаружи. Мы приглашали художников в город, которые занимались росписью стадиона. Они должны были сделать макет, ну, как бы сейчас немножко там у них какие-то задержки, ну, свои там творческие. То есть макет стены, ну, как бы в стиле именно, как бы, чтобы люди видели, что это молочное. То есть там уже, как бы, они предложат несколько вариантов нам, которые мы, ну, будем рассматривать. Сказать, сколько по времени займет реконструкция, пока сложно. Будем надеяться, что в скором будущем воплотившиеся в жизнь планы руководства центрального рынка Ассорти порадуют глаз агерманцев и гостей города новыми яркими красками. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.